Слушайте доктора Продолжение следует... 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 Так называемая программа у нас «Папа, мама и я». Она даёт какие-то скидки? Да, она даёт возможность получать медицинские услуги, причём не только по поводу заболевания, но и профилактические, что очень важно. Потому что основа медицины – это профилактика. Это и лечебная физкультура, это и массаж, это и контроль анализов, исследований, осмотр плановых специалистов, если это ребёнок, и многое-многое другое. В течение года по очень доступным, комфортабельным ценам и в таких вот качественных условиях. Как удобно семье – утром, вечером, выходные дни. Всё для этого создано, для этого существует семейная клиника. Я должна сказать нашим слушателям, что прямо сейчас, в пятницу, мы выходим в прямом эфире, поэтому вы можете дозвониться до нас по телефону 211-101 и задать свои вопросы нашим гостям. Те, кто будут слушать нас в субботу, ну, уже слушайте тогда ваших соседей, что называется. 211-101, пожалуйста, звоните, задавайте вопросы представителям семейной клиники. Шишуковой Светлане Диановне и Анучину Павлу Геннадьевичу. Ну, сейчас, наверное, к нашему основному сегодняшнему вопросу. Поговорим о варикозной болезни, почему о ней нужно говорить всегда. Но я вот приводила свой пример. У меня есть хорошая знакомая. Она с детства страдает, в простонародье называется, венами на ногах. И уже в своём возрасте красивом она подумывает сделать операцию, давно подумывает. Но если раньше было страшно, то теперь вроде бы уже не страшно, но и нет таких вот ощущений, что, ну, и бог с ним, там, косметический эффект. Прихожу, да, брюками закрываем, и не видно. Но поскольку она всё-таки человек внимательный, она эту идею не оставляет. И она вот где-то как раз, мне всё время говорил, ну, вот к этой осени, давайте мы всё-таки, ты там, программу ведёшь. Вот-вот соберусь, да. Ты как-то, да, ты разбираешься, ты со мной поговоришь. Давайте вот для таких, как она, может быть, расскажем, как меняется качество жизни тех людей, которые уже вроде бы давно живут с этим заболеванием. Да, естественно. Но вот если они сделают операцию, что будет меняться? Ну, вот как раз одним из направлений работы стационара и операционной является Центр фальбологии в семейной клинике. И Павел Геннадьевич подробнее расскажет о видах операций. Я немножко хотела бы коснуться социального аспекта, действительно распространённое заболевание в среде населения, чаще страдают женщины. Как профпатолог не могу не коснуться в том числе каких аспектов, что часто очень это заболевание является противопоказанием для работы в определённых категориях профессии. Например, связанное с физическим перегрузким или длительным стоянием на ногах. И бывает это зачастую очень проблемно, когда человек проходит медицинский осмотр и оказывается негодным. И вот возникает вопрос, а как, а зачем и почему. В других вещах это бывает чаще, вот как вы и сказали, пример, да. Да, есть вены, но вроде не беспокоит, да. И зачем оперировать, брюки, джинсы закрыли, не видно, ну, можно дальше так тянуть. Конечно, это не есть хорошо, это болезнь, которую нужно лечить. Наверное, Павел Геннадьевич, что можно сказать человеку, который сжился, с одной стороны, с этой болезнью, можно ли как-то нам, прежде чем мы разберём вообще причины возникновения, возникновения там, да, методы лечения и профилактику тоже сегодня мы затронем. Как меняется качество жизни человека, который делает себе операцию и избавляется от этой болезни? Ну, давайте я всё-таки немножко вас ознакомлю, что это за заболевание, заболевание, какова распространённость данной нозологии. Ну, вот на наш маленький регион, полтора миллиона населения у нас в Кировской области, чуть-чуть поменьше, примерно 300-400 тысяч людей имеют проблемы с венами. Есть приобретённая патология, вот, есть патология врождённая. Ну, мы сегодня в основном будем говорить о варикозной болезни. Вот, варикозная болезнь среди всех заболеваний вен составляет львиную долю. И вот представьте, 300-400 тысяч людей, те, которые имеют проблемы в нашем Кировском регионе с венами, они не знают порой, куда обратиться. Конечно, не все 300-400 тысяч пациентов, им необходимо оперативное пособие. Примерно считается, что где-то десятой части пациентов необходимо оперативное лечение. Но это 30-40 тысяч в нашем регионе, это огромнейшая цифра. Если учесть, что в нашем регионе выполняются, ну, чуть-чуть побольше тысячи операций в год. Соответственно, львинная доля пациентов, увы, к большому сожалению, не получают соответствующее лечение. И, конечно, хорошо, что в последние годы стали появляться инновационные методы лечения, те, которые применяются в облаторных условиях, но всё равно пока ещё этого недостаточно. Более того, что необходимо сказать, что вот из этих 300-400 тысяч человек очень большое количество людей имеют запущенные формы варикоза. Это наличие различных дерматитов, экзем, липодерматосклероза, то бишь появление трофических нарушений. И, конечно, как самое неприятное, это появление трофических язм. Но вот ещё следует сказать и о том, что даже минимальное проявление варикозной трансформации, в частности подкожных вен, глубоких вен, могут привести к тому, что могут образоваться в венах тромбики. А вот это очень всё серьёзно. Почему? Потому что отрыв тромбика из вен нижних конечностей, тромбик может с током крови мигрировать в ликочную артерию и привести к очень серьёзной проблеме, которая, увы, даже может закончиться фатальным исходом. То бишь это тромбоэмболия ликочной артерии. В связи с этим, естественно, если есть у людей проблемы с венозной системой, естественно, желательно, чтобы они обратились к специалистам. Ну, кому? На начальных этапах это хирурги, ну, а потом, естественно, сердечно-сосудистые хирурги. Ну, вот в последнее время очень много стало появляться различных центров, где доктора обзывают себя флебологами. Ну, давайте всё-таки немножко точки на дверь расставим. У нас нет такой специальности флеболог. У нас есть сердечно-сосудистые хирурги. А у вас тут написано флеболог. Это для общей массы, чтобы было понятно. У нас есть специальности сердечно-сосудистой хирургии. Сердечно-сосудистые хирурги. Вот. Они, естественно, сердечно-сосудистые хирурги, на сегодняшний день в патологии вен наиболее подкованные специалисты. Да, общие хирурги, они имеют возможность тоже заниматься данной патологией, лечить пациентов с данной патологией. Но всё-таки, естественно, лучше тогда, когда какую-то консультацию даёт сердечно-сосудистый хирург. А откуда тогда вообще взялось это наименование флеболог? Я не знаю. Да? Ну, видимо, в связи с тем, что, как я уже вам сказал, достаточно большой контингент людей страдает данной патологией, ну, вот каким-то образом где-то как-то что-то... Широко используется термин флебология. Да. Да. Вот. Ну, мне бы хотелось всё-таки немножко дальше пойти, как говорится, и рассказать, так что ж такое варикозная болезнь? Ну, варикозная болезнь – это всё-таки наследственная патология. Патология в 70% передаётся по наследству, передаётся слабость сосудистой стенки вследствие нарушения соотношения коллагена и эластина и воды. Эта слабость себя может проявлять при определённых ситуациях. Каких ситуациях? То есть не обязательно. Но Светлана Диановна уже обратила внимание тогда, когда есть нарушение венозного оттока. Это длительное состояние на ногах, то есть люди, у которых профессия связана именно с длительным состоянием. Это раз. Второе – это люди, которые связаны с физическим трудом, то бишь грузчики, те, кто поднимают тяжести, штангисты там, спортсмены и так далее. То есть если у них есть слабость сосудистой стенки, естественно, при определённых условиях это слабость себя сосудистой стенки проявляет. В последние годы мы видим, что варикозная болезнь очень помолодела. В связи с чем? В связи с чем? Это трудно сказать. Возможно, это ранний приём гормональных препаратов, в частности с целью контрацепции. Как уже было сказано, что варикозной болезнью чаще страдает женщина. Где-то примерно в 3-4 раза. То есть исследования конкретные ещё пока не было. Чаще страдает женщина. Ну, здесь у женщины виновники более частого развития варикозной болезни. Это прежде всего нейроэндокринные изменения. То есть месячный цикл изменяется, количество эстрогенов, прогестерона, ну и самое главное беременность. То бишь каждая беременность, она помимо изменения нейроэндокринного фона организма, она также ещё и приводит к тому, что беременная матка сдавливает подвздошные вены, в частности нижнюю полую вену, и тем самым нарушает отток крови по венозной системе и провоцирует развитие варикозной болезни. Считается, что 2 беременности процентов на 30-40 увеличивают риск заработать варикозную болезнь, чтобы эта болезнь развилась, а 3 беременности уже чуть ли не на 60%. То есть беременность это хорошо, мы должны с вами говорить, что мы должны повышать количество родившихся у нас, детишек, вот демографические показатели улучшать, но об этом тоже надо знать. Но ничего в этом страшного нет. То есть если есть предрасположенность, если есть уже проявление варикозной болезни, нужно просто прийти к сердечно-осудистому хирургу, с ним проконсультироваться и эти факторы нивелировать. А возможности для этого есть? Возможности для этого есть. Вот это первый нюанс. О чём бы мне хотелось сказать. Второе, о чём бы очень важным хотелось поговорить, то, что на сегодняшний день любой пациент, у которого есть проявление хронической венозной недостаточности, в частности варикозная трансформация подкожных вен, он должен пройти помимо осмотра соответствующее обследование, которое должно в себя включать ультразвуковое дуплексное ангиосканирование. Или, иначе говоря, в простонародье, УЗИ вен. Это обязательное условие, после которого должна выработаться соответствующая тактика лечения каждому пациенту. Ну вот, кстати говоря, вы говорите, что врач, сердечно-сосудистый хирург, это тот человек, с которым должен общаться, человек, у которого определено, что у него, что проблемы с варикозной болезнью заключаются. А вот это решение о лечении после всех обследований тоже хирург принимает? Или оно какое-то коллегиальное совместно с другими специалистами? Да, такое большое количество этих пациентов. Естественно, я еще раз говорю, на сегодняшний день заниматься помимо лечением данной патологии, помимо сердечно-сосудистых хирургов, естественно, и общей хирурги. Ну вот, общей хирурги и сердечно-сосудистые. И иные специалисты. Иные специалисты должны рекомендовать, направить. То бишь, естественно, пациент приходит прежде всего к кому? Ну, к участковому врачу. Или врачу сейчас мы называем врач общей практики. Врач общей практики, выявив наличие патологии вен, естественно, должен направить этого человека куда? К специалисту хирургия, сердечно-сосудистая хирургия. И уже непосредственно хирург сердечно-сосудистый хирург должен принять решение, что, как лечить этого пациента. И ещё раз хочу подчеркнуть, что обязательно после соответствующего исследования на сегодняшний день дуплексное ангиосканирование является золотым стандартом для исследования пациентов с венозной патологией, которая позволяет определиться с тактикой лечения у этого пациента. Ну и сделать так, чтобы хирург сделал ножки не только здоровыми, но и красивыми. А это вот дуплексное сканирование УЗИ сосудов болезненная процедура? Нет, это УЗИ сосудов, как обычная процедура. Конечно. Это вам кажется, что просто люди могут это не понимать. Это не инвазивная процедура. Это не инвазивная есть. Доктор, который специалист. А в принципе на сегодняшний день тот, кто занимается и лечением, я имею в виду хирургическим лечением, он тоже обязан вводить методикой исследования вен, в частности, вводить методикой дуплексного ангиосканирования. Он определяет прежде всего что? Есть ли проходимость вен. Но как она определяется? Вводит в какой-то препарат? Нет, это просто поверхностная какая-то процедура. И человек ничего не чувствует во время этой процедуры. Совершенно безопасная, безобидная. Долгое время она занимает эту процедуру? Нет, она занимает несколько минут. Несколько минут? 10-15 минут. После чего уже можно делать какие-то выводы? Какие-то уже давать рекомендации пациенту, что дальше нужно ли какое-либо еще исследование пройти, и какие на сегодняшний день лечебные мероприятия ему необходимо пройти. Сопределить тактику. Вот, это первый нюанс. Значит, второй нюанс. Если мы с вами поведем речь о консервативном лечении, естественно, на первом плане это компрессионная терапия. Раньше мы располагали только наличием эластических бинтов, которые очень неудобны, особенно тот, кто занимается активным образом жизни. Сегодня есть замечательный компрессионный трикотаж. Масса фирм выпускает чулки, колготы, гольфы, которые замечательно позволяют скоррегировать венозный отток. И качество жизни, о котором мы сегодня привыкли говорить, это главный критерий любых практических манипуляций, лечебных манипуляций. Качество жизни у этого пациента практически не страдает. Компрессионный трикотаж, он нескольких классов компрессии. Соответственно, определиться с тем классом компрессии, который необходим пациенту, должен доктор. С учетом проявления хронической венозной недостаточности, может быть, там уже присоединение лимфатической недостаточности, соответственно, доктор определяется по степени компрессии. Это первый нюанс. Второй нюанс в отношении лекарственных препаратов. Вот здесь тоже есть масса, но. Вот приходится сталкиваться с таким аспектом, когда уже ко мне приходит пациент на консультацию, и прежде даже не говорят доктора компрессионной терапии, а назначают лекарственные препараты. Лекарственные препараты на сегодняшний день у них огромнейший арсенал. Наиболее часто мы используем, это препараты, содержащие диасмин, гисперидин. Вот наш препарат, который наиболее часто используем, это гитролекс, который зарекомендовал себя с очень хороших позиций. Есть другие препараты, флебоди. Они доступны. Они доступны, они есть в аптечной сети и продаются без рецептов. С ними сейчас проблем нет. Проблем нет никаких. Вот. Ещё раз говорю, эти препараты показаны тогда, когда есть проявление хронической минозной недостаточности. То есть эти препараты не замедляют прогрессирование заболевания. Они не уберут вам никакие вены. Да, вот хотелось бы ещё обратить внимание на то, что иногда заходишь в аптеку и видишь баннер. Леотон, тысяча, свежесть ваших ног, лечение варикозной болезни. Ну, ещё ни одна масть, ни один гель, ни у одного пациента варикозную болезнь не вылечил. Могут снять симптомы какие-то. Если есть варикозная трансформация, то есть если появились узелки, назад они уже не уберутся никаким лекарством, я имею в виду, если мы не ведём речь о склеротерапии, я имею в виду титролексом, троксивозином, ещё чем-то. Ни компрессионным бельём, ни лекарством не убрать. Нет, компрессионным. Но вот все эти консервативные методики позволяют замедлить развитие болезни и нивелировать те клинические проявления, то бишь их убрать, которые появляются у пациента вследствие нарушения венозного оттока. И если уже есть наличие патологических рефлюксов, то здесь показано хирургическое лечение. Что это такое? Что это такое? На сегодняшний день есть традиционные методы лечения. Это так называемая открытая операция. Тогда, когда пациенту делаются разрезы, убираются патологически изменённые вены из этих разрезов. Но жизнь ушла далеко. Появились инновационные методики. В частности, методика, используемая лазер. Методика, которая используют радиочастотные волны, при помощи которых мы можем закрывать, убирать те плохие венки, по которым идёт патологический рефлюкс. Вот что такое рефлюкс? Да, патологический рефлюкс стоит. Что такое патологический рефлюкс? Ну, венозная система у нас отличается от артериальной тем, что в венозной системе имеются, в частности, в конечностях имеются клапаны. То бишь, если бы мы ползали, как червячки по земле, то никаких клапанов, никаких проблем бы у нас с венками не было. Как всегда, прямохождение виноват. Да, кровь у нас двигалась бы вследствие разницы давления, то, которое создают левые отделы сердца, и благополучно дотекало бы до правых отделов сердца. Но прямохождение нам подарило эту варикозную болезнь. Считается, что варикозная болезнь нам награда за прямохождение. Вот тогда, когда человек встаёт, вот здесь, увы, к большому сожалению, вот то давление, которым я уговорил, градиант давления между левыми и правыми отделами, его уже бывает недостаточно, чтобы кровь у нас отекала от самых-самых дальних отделов нашего организма. В частности, я имею в виду от пальчиков или верхних, или нижних конечностей. Вот. И здесь, конечно, природа создала определённый механизм. Это клапаны, которые пропускают кровь только в одном направлении, от периферии к центру. В обратном направлении эти клапаны кровь пропускать не должны. И вот к большому сожалению, тогда, когда у нас есть слабость сосудистой стенки, те факторы, о которых я вам говорил, которые растягивают эту венозную, растягивают венозный сосудик, и клапаны на первых этапах просто-напросто, они нормальны ещё, но они не способны препятствовать обратному току крови. То есть они не обеспечивают перекрытие венозного русла. И кровь у нас начинает двигаться как от периферии к центру, так и когда мы стоим в обратном направлении. Кровь начинает застаиваться всё более в патологический процесс, вовлекая новые и новые вены. И тем самым начинают появляться патологические вот эти рефлюксы, которые приводят к тому, что кровь застаивается, повышается давление в венозной системе, и, увы, к большому сожалению, клеточка покушев не способна из себя удалить продукты метаболизма в венозную систему. Почему? Потому что в венозной системе высокое давление. И в конечном результате появляются те трофические нарушения в начале экзема, дерматит, липодерматосклероз, ну, а потом уже могут появиться и трофические язвы. Все организм сам себя отравляет. Да, поэтому мы должны эти патологические рефлюксы устранить. И вот на сегодняшний день существует множество методик, я уже вам сказал, классические методики, те, при которых приходится удалять вот эти патологические и патологически варикозно изменённые стволы, в частности, большую или малую подкожную вену, или инновационные методики. Но вот сразу наверняка возникает вопрос, а как мы убираем вены, а как же кровь оттекать? Так вот, мы убираем систему подкожных вен. Вот по системе подкожных вен, а по всей системе подкожных вен, а не только по слову большой или малой подкожной вены, оттекает до 10-15% крови. А основная масса крови оттекает по системе глубоких вен. Так вот, тогда, когда есть патологически изменённые подкожные вены, когда в них застаивается кровь, это очень плохо для нашего организма. Поэтому, когда мы убираем эти плохие венки, то по глубоким венкам даже лучше работать. Павел Геннадьевич, поближе к микрофону, пожалуйста. Вот, то глубоким венкам даже лучше работать, и по ним лучше идёт этот венозный отток. Какие инновационные методики у нас на сегодняшний день существуют? Ну, прежде всего, вот в семейной клинике на сегодняшний день имеется возможность облитерировать большую или малую подкожную вену и патологически изменённые перфорантные вены. Это сообщение между подкожной веной и глубокой веной. Там тоже могут быть патологические реакции. Давайте доступным для нас языком. Что такое облитерировать? Закрывать. Вот, они, эти методики позволяют просто венку закрыть, чтобы по ней не было как раз вот этого плохого кровотока, венозного кровотока. Эта методика малоинвазивная. Не надо делать никаких разрезиков. Это всё делается через прокольчики. Вот, приходит пациент, практически процедура очень по времени занимает, ну, будем так говорить, немного времени, не более часа. Вот, закрывается эта венка. И пациент через какой-то промежуток времени, ну, опять же, всё зависит от соматического статуса пациента, буквально где-то через час, допустим, он уже может идти домой. После обычной операции, увы, это невозможно. Реабилитационный период зависит от объёма вен, который делается одновременно. Ну, обычно, как мы с вами уже сказали, таких пациентов бывает немного, я имею в виду те, которым требуется просто устранить патологически вот этот рефлюкс. Обычно приходят уже пациенты, те, которые имеют видимое изменение подкожных вен на голени, приходится дополнять эту методику мини-флеп-эктомии. Опять же, из прокольчиков всё это выполняется специальными крючочками, убираются эти патологически изменённые вены, и практически мы крайне редко накладываем шовчики. Как это убирается? А как же там кровь, которая там находилась? Так я уже сказал, что по системе подкожных вен на хорошие вены. Кровь начинает отекать по-хорошему, грубо говоря, по здоровым венам. Хотелось бы поподробнее про реабилитационный период после таких операций. Вы говорите, человек выходит из клиники спустя очень короткое время. Или ему всё-таки требуется полежать в клинике? Требуется ли после этого больничный? Ну, ещё раз говорю, всё зависит от объёма оперативного пособия, тот, который будет выполняться... И общего состояния пациента. Ну, я ещё раз хочу подчеркнуть, что молодой здоровый человек, тот, который обратился к нам с проблемой, которую необходимо решить, использовал лазерную методику или методику микрофлеп-эктомии, это пациенты, те, которые обычно через день, два, три могут без проблем возвратиться к нормальному образу жизни. У нас поступил... И ещё тогда, вот в отношении склеротерапии, хотелось бы сказать. Большой контингент пациентов – это те, у которых, и особенно сейчас, да, мы очень стали за своими ножками следить, обращаются при наличии косметического дефекта. Вот если есть косметический дефект, если нет выраженного патологического рефлюкса по магистралям, то, бывает, достаточно ограничиться склеротерапией. Это специально вводится лекарственное вещество, которое вызывает химический ожог сосудистой стенки, и венки эти закрываются. Это что такое? Это звёздочки вот эти сосудистые? Это и звёздочки, это и небольшие венки, квадрали, те, которые можно убирать. Можно на сегодняшний день даже достаточно серьёзные вены, до 5-7 миллиметров в диаметре. Но они уже такие проявленные с поверхности. Но это всё должен определить специалист. Вот, кстати говоря, слушательница Татьяна Фёдоровна сейчас позвонила, наша редактор принесла мне её реплику, я бы даже сказала, не вопрос. Она говорит, что варикоз не всегда заметен. Бывает, что ноги гладкие и красивые, а внутри вены тоже поражены. Бывает-то вы? Совершенно правильно. Наиболее часто поражаются подкожные вены. Бассейн большой подкожной вены до 80%, бассейн малой подкожной вены поражается до 15%, изолированной я имею в виду. Ну и бывает, что поражается и малая, и большая подкожная вена, где-то тоже процентов 3-5. И вот 1-2% оставшиеся бывает так, что подкожные вены бывают в идеальном состоянии, никаких к ним претензий нет. Но вот вследствие или же каких-то приобретённых факторов, которые воздействовали на сосудистую стенку, то бишь профессиональные какие-то факторы, или же вследствие врождённых проблем, обусловленных недоразвитием клапанного аппарата в системе только глубоких вен, это может приводить к варикозной трансформации со стороны глубоких вен. Но они себя реже проявляют, глубокие венки, в качестве варикозной болезни. Почему? Во-первых, а, глубокие вены немножко имеют другую структуру, и б, глубокие вены находятся в основном в фасциальном футляре, то бишь там есть компрессия мышечная. А подкожные венки находятся непосредственно прямо под кожей, поэтому они наиболее часто и поражаются. У нас остаётся не очень много времени, сразу хочу сказать, поэтому у нас есть два важных аспекта, которые, мне кажется, нужно осветить. Как человек должен понять, если у него нет внешнего проявления на коже вен, что у него проблемы с сосудами, что у него намечается варикоз? Как он себя чувствует при этом человеку, который есть? Тяжесть распирания, наличие отёчного синдрома. В ногах? В ногах. Прежде всего? Да, которая в основном тяжесть и распирание к вечеру. И это уже в системе происходит, да? Да, да, безумевно. Есть такой термин даже – синдром тяжёлых ног. Вот эти тяжёлые ноги, они заставляют пациента обратиться вначале куда? Это к врачу общей практики, который доктор уже должен направить к сосудистому. Понятно. Или же, в принципе, он сразу даже может прийти к нам в клинику. Хорошо. Второе тогда. Как меняется, я возвращаюсь к своему первому вопросу, как меняется жизнь человека, которому сделана операция на сосудах, и который избавлен частично или полностью от варикозной болезни? Вообще можно ли полностью избавиться от варикозной болезни? Ну, как я уже сказал, варикозная болезнь – это слабость сосудистой стенки. То есть, поскольку она наследственная, факторы тоже не меняются. Это хроническое, постоянно прогрессирующее заболевание. Но если человек будет выполнять те рекомендации, которые ему будут даны, то практически он нивелирует проявление этой хронической венозной недостаточности и резко может замедлить прогрессирование данного заболевания. Поэтому качество жизни изменяется кардинально. У вас на глазах же очень много пациентов прошло. Что вот, как человек меняется? Человек после, если есть проявление хронической венозной недостаточности, даже раньше были многие специальности, которыми нельзя было заниматься. То бишь, было ограничение, это и к военной службе, и сейчас это есть. И сейчас есть было, о чём говорится, Лана Диановна. Они занимаются ограничения по профессии. Лучше даже было вообще противопоказание наличия варикозной трансформации было ограничением для выдачи медицинской справки на вождение. То есть человек не мог водить машину, если есть варикозная трансформация. Считаю, что вдруг там образуются тромбики, которые могут улететь в логичную артерию, внезапно там неприятная ситуация на дороге, которая может привести к очень-очень многим проблемам. Нужелательные последствия. Да. Вот сейчас этого, естественно, нет. Нет, ну у них есть профессии, физические перегрузки в любом виде. Варикозная болезнь – это противопоказание. Поэтому, в принципе, считается, что прооперированный пациент становится относительно здоровым. То бишь, мы убираем проявление хронической венозной недостаточности. И лечиться, к большому сожалению, у большинства пациентов нужно будет пожизненно. То бишь, это и ношение компрессионного трикотажа, это приём, допустим, лекарственных препаратов. Вот. Соблюдайте определённые, будем говорить, наши рекомендации по образу жизни, изменению образа жизни. Это необходимо и похудеть. Это женщинам не носить высокие… Красивые каблуки. Да, красивые каблуки. Красивые, но не высокие. Да, высокие, да. Обувь должна быть удобной. Не курить, наверное, да? Это тоже. Тоже обязательно, да. Не заниматься тяжёлым физическим трудом. А красное вино можно пить? Ну, давайте, мы в отношении красного вина, тут можно много раздевать дискуссию, потому что у нас есть препарат, который называется антистакс, который готовится из красных листьев винограда. Это отдельная тема разговора. Это отдельная тема, поэтому тут можно много… Ну, то есть я хотела сказать, что, безусловно, нужно будет придерживаться определённого образа жизни, но это не страшные железные какие-то дачи скидки… Человек практически становится здоровым после тех рекомендаций, которые ему даются. Или это нарушение компрессионного трикотажа, или это фармакотерапия, или это склеротерапия. Ну, а если есть необходимость в оперативном лечении, соответственно, после операции. Ну, если это тот сезон, который, да… Да, но мне бы хотелось ещё всё-таки сказать о семейной клинике и то, что у нас есть возможность использовать весь арсенал, который сегодня есть во флебологии, весь арсенал в лечении пациентов. Если это есть необходимость, то выполнить открытую операцию мы выполняем. Если есть необходимость выполнить, применить инновационные методики, в частности, вазорную пролитерацию подкожных. Не придётся ходить по разным завесениям, можно приносить в одном месте, в зависимости от объёма операции. И здесь получить полный объём обследования и лечения. Да, естественно. Телефон 410303, пожалуйста, за вами. И 430303, у нас колл-центр. Клиника добавим ещё раз, находится на улице Московской, 107А. А у нас в гостях была Шишукова Светлана Диановна, главный врач клиники лечебно-диагностического центра Верес. И Анучин Павел Геннадьевич, сердечно-сосудистый хирург, который нам сегодня рассказывал о том, можно ли избавиться от варикозной болезни, как меняется качество жизни в случае, если вы будете внимательны к себе и отправитесь к специалисту. Благодарю вас. Это была программа «Слушайте доктора». Светлана Занько прощается с вами. До свидания. Слушайте доктора.